Вот сегодня Полина опять собралась уходить. Ей было очень плохо. Она вообще не понимала, что происходит. Параллельно Маргарита рыдала. И всё из-за Вани. Сегодня начну кухню, опять возвращаться в прошлое, в мой приход, вот это вот всё поднимать. Я сказала, что мне это неприятно. Я пережила все эти эмоции, но как бы я отпустила человека. Естественно, внутри меня есть эмоции, которые, да, я не позволяла себе там выплакаться. Я постоянно улыбалась. Но это не значит, что мне там, ну, всё нравилось, как оно есть. А прощение-то за что красиво? Смотри, между нами с Ваней не было какого-то диалога. То есть мне важно было, чтобы мы сели по-человечески, как минимум, с ним поговорили. Сегодня этот диалог произошёл. Извинялась не только я. То есть мы, ну, как бы обоёдно попросили за все обиды, за весь негатив у друг у друга прощения. Что мы не будем как-то цеплять друг друга, что не будет этого негатива между нами. Что, ну, всё это прекращается. Поэтому, собственно, я извинилась перед Ваней за то, что я его обидела. Он извинился передо мной. И я не хочу, чтобы больше мы с тобой конфликтовали, потому что ты мне не чужой человек. И я не хочу ворошить всё вот это прошлое. Если я тебя чем-то обидела и сделала тебе как-то неприятной, я приношу свои искренние извинения перед тобой. Ты меня тоже извини, пожалуйста, за мою глупость. Извини за то, что вообще здесь так всё произошло. А как ты его обидела, прости? Ну, вот именно, что никак, Маргарит. Ну, хорошо, Ване мне понравилось, что я пришла сюда, не предупредив его об этом. Вот я и говорю, у девчонки. Как Ване удаётся заставить вас перед ним извиняться каждый день? То, для меня важно сохранить вот это человеческое отношение. Я не люблю расставаться с людьми на плохой ноте. Ваня для меня человек... Вы ещё мужчине не должны расстались, вы ещё муж и жена, по факту. Сегодня мы наконец-то... Маргарит, у тебя есть чувства к Ване? Наверное, какие-то эмоции, ну, вот я испытываю. Не знаю, чё сказать или что. Я хотела, чтобы ты сама сказала это, но ты сегодня, в принципе, в коллективе не скрывала. И всем говорила о том, что у тебя до сих пор не угаски. Невозможно человека взять и по щелчку вот просто забыть и выкинуть из своей жизни. Я тебе просто поэтому спрашиваю, что я не заставляю... Да, какие-то эмоции испытываю, естественно. Для меня это родной человек. Ну, смотри, он сегодня обнял тебя, и ты разрыдалась в миг, в секунду. Ну, потому что по-мужски это был человек, который меня всегда как мужчина поддерживал. Прости меня. Давай, я же даму ж барвачка. Все, не плачь, нормально все. Слышишь? Просто хотела бы с тобой, так вот обнялась и все, и по-другому жилю. У меня такое ощущение, что ты до сих пор его любишь. Нет, я отпускаю Ваню, закрываю эту главу в своей жизни. А Ваня строит новые отношения, и мне важно было с человеком сохранить человеческое отношение. Не расходиться на плохой ноте. Ну, остановимся на этом. Хорошо, Полит. Я как будто встречаюсь с двумя Ванями. Один меня уважает, и ко мне хорошо относится, а другого я раздражаю. И он переключается просто моментально. Второй или третий день я уже слышу от него, какая я плохая. У меня реально едет крыша уже с этой ситуацией. То есть жена, фиктивный брак, нефиктивный брак. Ты веришь, что это был фиктивный брак? Да, я знаю, что это был фиктивный брак. Просто такой талант актрисы умирает Маргарите, что слов нет. Тебе тоже. Ваня, возможно, тоже. Ты сегодня видела эти объятия? Да. То есть ты считаешь, что это было что? Фиктивное объятие? Ну, я была в шоке. Даже потому что я не понимаю, в общем, нужны отношения со мной или нет. Да вот и проясни, никто не понимает на самом деле. Из-за его поведения, я сама не понимаю, нужны ли мне такие отношения.